Всем ребят привет! Сегодня будем добывать супер живую жидкость. Это березовый сок. Да, пришло время, снег сошел и как раз время того, чтобы собрать полезные вещества именно от нашей матушки природы. Березовый сок помимо приятного освежающего вкуса имеет еще немало пользы. Его можно пить, а можно и наружно применять для оздоровления и красоты. В нем и витамины, и микроэлементы, и полезные сахара, ферменты и органические кислоты. Курс из трех недель. В каждой из дней, которая будет выпиваться по три стакана сока из березы, поможет начисто стереть следы весеннего витаминоза. Березовый напиток нормализует обменный процесс в организме. Он замечательно выводит все ненужные, попутно насыщая полезного. Сок способствует освобождению кожи от различных проблем, незаменим при нарушении органов дыхания и пищеварения. Также березовый сок хорош и как общеукрепляющее средство. Рациональное употребление напитка и для желающих сбросить вес. Потому как, учитывая даже сладковатый вкус, калорий в ней всего 8 на 100 грамм. А пользу в качестве очищения и регуляции обмена веществ, а также в виде насыщения организма необходимыми веществами, неоценимо. Предлагается использовать сок березы и в косметических целях. Он смягчает и восстанавливает волосы. Также хорошо делает с этим соком разнообразные очищающие и тонизирующие маски для лица. Этот напиток один из самых безвредных. Проблемы при его употреблении могут возникнуть лишь при обнаружении аллергии на березовую пыльцу. Как правильно употреблять березовый сок? Натуральный свежий сок можно получить лишь в непродолжительное время весной. Обычно этот срок не более 2-3 недель. Наибольшей пользой обладает напиток, который был собран не ранее, чем 3-4 часа назад. А вот хранившийся более 2-3 суток в холодильнике уже употреблять не стоит. Березовый сок для кожи и волос. Волосы можно ополаскивать соком, разбавленным прохладной водой напополам. Эта процедура смягчает волосы и улучшает их состояние. Также березовый сок способствует избавлению от перхоти. Замечательная процедура для лица – ледовые маски. Сок нужно заморозить и ежедневно протирать им кожу, двигаясь по массажным линиям. Также можно смешать 1 столовую ложку сока и 1 столовую ложку меда и нанести на лицо. Выждать 20 минут, затем смыть. Эта маска тонизирует, питает и смягчает кожу. Для увлажнения питания соединить голубую глину и сок. Взять ингредиенты в равных объемах. Перемешать. На коже держать 15 минут. Нет неопределенной даты, когда можно начинать собирать полезный напиток. Ориентироваться нужно на начало набухания почек. Для сбора лучше выбирать березу потолще, из тех, что подлежат срубу в дальнейшем. Делается неглубокое отверстие диаметром 5-7 мм на северной стороне. В отверстие следует установить желобок и поставить под нее емкость. Наибольшая активность передвижения сока наблюдается в утренние часы. Лучше не брать много сока с одного дерева. Потерев 5 литров в сутки, оно восстановит. Но если его обескровить совершенно, то береза попросту засохнет. После, когда сбор березового сока завершен, а это происходит, когда листочки начинают распускаться, отверстие нужно обязательно заделать. Для этого подойдет садовый вар, или пластилин, сучок, или даже мох. Это нужно, чтобы никакая зараза не попала во внутрь дерева и не погубила его. Березовый сок – полезный и вкусный напиток. Но нужно бережно относиться и к лесу, который этот дар преподносит. А сейчас я вам расскажу, как все правильно это делать на практике. Не будем варсворд, не будем топором ничего делать. Мы сделаем маленькую дырочку и будем набирать. Для этого мне понадобится, ребята, система. Вот она. Сделать в крышке отверстие, засунуть. Затем сейчас на уровне просверлим отверстие. Ну, достаточно, сколько там, 2-3 сантиметра. И можно добывать сок. Затем сейчас на уровне просверлим отверстие. Все, пошло. Ну что, ребята, вот моя система уже готова. Идет, ведет, закапает. Вот так и вот система. Никакого особого сильного вреда не будет. Я надеюсь, не утащит мою баночку, потому что здесь стоят березы. Вон, например, стоит баночка. Вот за этим холмом стоят тоже баночки. У них технологии немножко другие. Вот, а я решил испытать вот такую технологию. Насколько она будет удачна, не знаю. На одно дерево можно несколько таких сосков сделать. Но не более 2-3. Вот, все зависит от дерева. Вот, у меня вон там еще есть березка свободная. Так, там мертвая. Вот, так что вон там сейчас еще одну поставлю. Ну что, ребят, поставили мы свои баночки, бутылочки. Я думаю, за ночь наберутся и где-то к обеду я их заберу. Посмотрим, насколько проходимость, насколько эффективна именно вот такая вот конструкция. Завтра будем пить холоденький, прозрачный, настоящий полезный сок. Не то, что продается. Так что будем завтра ждать и продолжение будет. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня пришло время забирать наш сок. Да, тот самый. Будем пробовать дома. Какой вкусный. А сейчас, вот смотрите, мое устройство работает. Это у нас забилось. Чуть-чуть осталось, наверное, пол-литра. А та пятюшка у меня полная. После того, как я весь процесс закончил, я вынимаю и в это место, в отверстие вставляю чопик. Плотно чопик вставляю. Именно березовый тоже. И все. Все, что нам нужно было, мы забираем. Вот он наш сок, ребята. Пол-литра осталось. Так что домой приедем, попробуем. Попробуем.